Вдох глубокий, руки шире. Происходящее во дворе школы номер 7 больше напоминает флешмоб. Но именно так здесь проводят ежегодный день здоровья. Вместо скучных упражнений – веселые танцы. Вместо строгих команд – зажигательные песни. Проведение таких праздников в школе стало доброй традицией. Хотя, по мнению директора школы и преподавателей, занятие спортом не самоцель. Мы заинтересованы в том, чтобы наши дети были здоровы, чтобы они были веселы, с хорошим настроением шли в школу. Может быть, с таким же настроением бежали из этой школы. Но вы видите сами, да, дети. Ну, не только нужно получать хорошее знание, а также двигаться. Движение – это жизнь. Судя по количеству спортивных наград на витринах, со спортом в школе не дружат. Спортом здесь занимаются, хоть и на любительском уровне, но абсолютно все, включая учителей. Вообще, День здоровья – это каждый день. У нас с самого утра мы проводим с детьми зарядку. По понедельникам у нас во всей школе именно пятиминутка, и все просыпаются и занимаются физкультурой. День здоровья вообще у нас раз в год вот такой веселый, шумный, радостный, когда учителя занимаются тоже спортом. День у школьников начинается с классного часа. Основная тема – здоровый образ жизни. Но разговоры о здоровье останутся разговорами, если не закрепить материал на практике. Стоит отметить, что в школе немало ребят, которые занимаются спортом серьезно и даже имеют награды на довольно статусных соревнованиях. В неделю три раза мы занимаемся спортом. А тебе самому какой вид спорта? Мне очень нравится футбол и каратэ. А уже в каких-то соревнованиях принимал участие? Да, принимал и побежал. А что это были за соревнования, расскажи. Первенство Москвы по каратэ. Команда учеников седьмой школы уже на протяжении нескольких лет занимает первое место в спорта-киаде школьников Ленинского муниципального района. Это также прямое следствие, в том числе и подобных дней здоровья. Я не могу сказать, что у нас дети специфически отобраны. Необычные дети, но, наверное, заслуга и учителей, и то, что они тренируют, то, что они в них вкладывают. Поэтому результат налицо. Далее в программе «Дня здоровья» легкоатлетические состязания у старшеклассников. Победители будут защищать честь школы на районных соревнованиях. И наверняка после них в школьном коридоре появятся новые кубки. Максим Козлов, Алексей Руднев, Елена Кошелева, Видное ТВ.